Начинается программа «Особое мнение». Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Своим особым мнением на те или иные городские и областные события сегодня в нашей студии поделится с нами Анатолий Чурин, депутат Законодательного собрания Кировской области, фракция КПРФ. Напомню, Анатолий Михайлович, добрый день. Добрый день. На нашем сайте хакирова.ру есть аудио и видеотрансляции эфира. Кроме того, позже там появляются программы, можно переслушать или послушать заново. И, кроме того, на сайте хакирова.ру есть специальная форма для того, чтобы вы свой вопрос могли задать гостю «Особого мнения». Начну задавать свои вопросы. Анатолий Михайлович, во второй половине программы «Дневной разворот» мы с нашими слушателями беседовали по поводу того, как они оценивают работу нынешней команды, команды Игоря Васильева. Все-таки 28 января будет полгода с момента его назначения на эту должность. В частности, можно еще голосовать на сайте и на нашей странице ВКонтакте. Работу областного правительства оцениваю на отлично, хорошо, удовлетворительно или неудовлетворительно. На странице ВКонтакте проголосовали почти полтысячи человек и 70,5% отдали свой голос за вариант неудовлетворительный. А как вы оцениваете деятельность региональной власти? «Срок действительно не очень большой, половина года все прошло. Но, честно говоря, восторгов по поводу деятельности правительства я действительно не слышал. И на самом деле есть вопросы, которые…» «Не слышали, а лично?» «Ну и лично пока не…» «Восторг, вы тоже без восторга. Вот. И, конечно, мы многое не знаем. Наверное, ведется какая-то работа, предварительная работа по многим вопросам. Результаты могут последовать позднее. Но вот для меня лично настораживает ситуация, когда новое руководство области как-то очень по-иному в сравнении с другими администрациями области относится к кадрам. Ну, во-первых, вы помните, как началась чистка правительства, когда большинство руководителей ведомства были уволены. Причем уволены они по собственному желанию. И вот особенно меня беспокоит ситуация в социальной сфере, особенно в образовании, когда вот уже три месяца пока нет у нас министра образования. И сегодня начались какие-то странные такие вещи, когда без всяких объяснений увольняются руководители крупных образовательных организаций, техникумов. «Это вы, как вы имеете в виду? Прецедент авиационного?» «Техникум, который вот у нас сейчас на улице Воровского, автотранспортный техникум. Дальше, вот сегодня я узнаю, что у нас уже произошли ряд увольнений внутри министерства, начальников отделов». «Внутри министерства образования?» «Да, министерства образования, да. Причем это инициируется не со стороны руководства министерства, а со стороны правительства». «То есть заместитель председателя?» «Ну, тут-то курирует специальную сферу, да. Но в чем тут проблема? Проблема заключается в том, что ведь эти коллектив или этот коллектив министерства, ну, я думаю, что и другие коллективы министерства, ведомства, они создавались на протяжении многих лет. Там практически случайных людей нет». «Ну, в том числе вы, находясь в должности руководителя ведомства, подбирали кадры, да?» «Ну, конечно же, мы формировали кадровый состав, подбирали очень тщательно, прежде всего по профессиональному признаку, по тому, как человек понимает ту или иную проблему. И, естественно, я еще раз повторю, что там случайных людей практически нет. И вот сегодня, когда уже, так сказать, несколько начальников управления отделов в министерстве сняты без объяснения причин, ну, вот это настораживает. Это значит, снова начинается тормоз, нет руководителя, нет ведущих, так сказать, начальников отделов и управления министерства, и, на мой взгляд, это серьезно». «А сколько времени они проработали в этих своих должностях?» «Ну, люди по-разному проработали. Некоторые проработали и по 5, 10 лет, и, так сказать, это, ну, на самом деле…» «С серьезным стажем людей немало?» «С серьезным стажем, это люди с серьезным именно стажем, не просто это вчера пришли и сегодня ушли. Нет, это люди, которые проработали, которых знают в России многие, которых уважают, и поэтому, конечно, вот сегодня есть вопрос». «Эти люди, эти ваши бывшие коллеги, разумеется, они каким-то образом делятся с вами?» «Ну, естественно, они, конечно, обращаются ко мне, пытаются понять, что происходит, но вот, я ответить, честно говоря, мне трудно бывает понять. Если человек пришел и настроен на то, чтобы сделать лучше, то это одна ситуация. А когда вот такие подходы, то, в общем-то, незаметно, что вот это лучше кому-то…» «Простите, эти должности, они сокращаются? Или, может, речь идет об увольнении, а приходим нового человека?» «Да, то есть надо еще найти…» «А есть кадровый резерв в том числе?» «Ну, вот где? Вот я пока не вижу». «Но вы владеете ситуацией?» «Министр… Нет, людей всегда можно найти, но те люди, которые сейчас там работают, они вполне справляются со своими должностными обязанностями, они, так сказать, эффективно работали, всегда справлялись с любыми тем проблемами, которые возникали, и вдруг сегодня без всяких обоснований и причин, значит, люди убираются. То есть это… Причем тут интересна еще одна деталь, которая вот тоже настораживает. В положении министерства, да и раньше в положении департамента, никогда не было записано о том, что министр или глава департамента должен согласовывать назначение, увольнение своих подчиненных, а также руководителей организации образования. А сегодня эта картина совершенно поменялась, и сегодня вот сверху идет прямое давление, запрет на подбор, на прием людей и так далее. То есть вот тут есть… «Ну, сама ситуация, видимо, позволяет это делать, когда нет исполняющего обязанностей министра?» «Видимо, это тоже сказывается в какой-то степени». Кстати, да, ситуация с главой министерства образования нашего регионального. Нам это презентуется как некий конкурс, который сейчас проходит. Не знаю. Вы это конкурсом не считаете, вы об этом уже говорили. Ну, я не считаю, никакого конкурса объявлено не было. Поэтому, ну, какой может быть конкурс? Это идет подбор, ну, может быть, так сказать, изучения каких-то кандидатур, каких-то кандидатур, но не более того. Сегодня это негласно, вот. Причем мы не знаем, что происходит. Если бы это гласно было, понятно, что вот, например, видно лица, какие-то люди, и сегодня речь идет о них. Но сегодня этого нет. «Что еще, кроме кадровой политики, руководства региона, у вас возникает особое волнение и настороженность?» «Да, ну, особо таких волнений у меня не возникает, конечно. Мне кажется, идет такая текущая работа. Видимо, правительство ищет подходы к решению тех проблем, которые возникли последние месяцы. Ну, посмотрим, каков был результат. Этот результат очень важен». О приглашении специалистов из других городов, что мы наблюдали в последние месяцы, к этому как относитесь? «Понимаете, очень сложно судить тех людей, которые приехали, не зная, и я поэтому не берусь, чтобы сегодня, так сказать, давать оценку тем специалистам, которые приехали. Нечему давать на оценку еще, на мой взгляд. Да, то есть, ну, никак, вот пока люди не засветились, как-то не проявили себя, может быть, не вышли на уровень области, на уровень города. Может быть, где-то внутри сообщества это уже известные люди, но, по крайней мере, широко за пределами они не котируются пока». «Что Вы думаете по поводу этих регулярных выездов в город руководителей области и членов его команды с целью оценки качества уборки улиц, дворов? Просто у нас сегодня были звонки, да, в рамках этой программы, когда мы обсуждали итоги деятельности за полгода, вот люди высказывали свое мнение, что, ну, это не работа для регионального, для руководителя региона». «Ну, понимаете, когда есть проблема, и проблема серьезная, и она, так сказать, застарелая, то…» «Уборка города Вы имеете в виду?» «Да, имею в виду, конечно, это прежде всего, то, может быть, ну, есть смысл, какие-то нетрадиционные формы применять, в том числе вот и такие, которые применяются сейчас. Но, по большому счету, конечно, мне кажется, что глава региона, который сам инспектирует, как убираются татуары, как чистятся дворы, это несколько, так сказать, ну…» «Выходит за рамки традиционного периода?» «Выходит за пределы, как бы, и пандалоростных обязанностей первого лица. Да, но ведь, вы помните, Никита Юрьевич Белых тоже в свое время, так сказать, этой проблемой уделял внимание. «Уделял, да». «Да, даже установлено было награждение лучших сборников, автомобили вручали». «Да, автомобили вручали. Но вот что-то, так сказать, не сложилось, и вот до сегодняшнего дня результата не дает. Поэтому я не уверен, что вот такие подходы, которые сегодня практикуются, они дадут результат в конечном итоге. Тут, наверное, нужно другое, нужно больше уделять внимание, прежде всего, обеспечивать соответствующие организации с малой техникой, может быть, так сказать, механизировать эти процессы, больше спрашивать, контролировать, разбить, соответственно, усилить ответственность тех компаний, которые отвечают за уборку. Вот тогда, наверное, это будет давать какой-то определенный результат. Спрашивать тех людей, которые отвечают. А если только сегодня все взять на себя, то это очень сложный подход. Депутат ЗАГС Собранниковской области Анатолий Чурин сегодня в студии особого мнения. Нам нужно сделать небольшую паузу, очень скоро мы продолжим. С Анатолием Михайловичем Чурином, депутатом ЗАГС Собранниковской области, беседуем мы сегодня в рамках программы «Особое мнение». Хотелось бы поинтересоваться делами, которые происходят в нашем региональном парламенте. Буквально на днях вице-спикер УЗС Роман Титов рассказал, что на днях пройдет совещание для депутатов и их помощников. В частности, вам должны рассказать о ваших полномочиях, научить вас правильно выходить с законодательной инициативой. Вы нуждаетесь вообще в такой информации? Не познаваться как-то уже? Ну, в общем, я... После ВЗС пришли новые люди, естественно, им хотелось бы как-то сделать что-то новое, интересное. И то, что вот сейчас якобы будет введено в практику какие-то семинары, ну, я думаю, что это польза будет в любом случае, потому что, действительно, многие вещи иногда, они быстро меняются, их надо просто как-то уточнить. Да и если на семинарах будет даваться общая картина того, что происходит в области, какие наиболее проблемы волнуют, как они предполагаются решаться, то это только, я думаю, что будет во благо. Во благо для всех, прежде всего для депутатов. То есть лично вы готовы ходить, присутствовать, получать эти знания? Конечно. Вот завтра будет такой первый семинар, мы будем присутствовать. А кто непосредственно будет его проводить? Ну, там целая программа, там много людей открывают, как всегда, руководитель, ЗАГС собрания, а дальше уже приглашаются люди, которые будут рассказывать о тех или иных вот, как бы, подходах и проблемах. Это без какой-то партийной подоплёки? Вы все тут едины? Ну, пока, да, я так понимаю, что тут никаких... Всем вам будет оставляться информация? Да, для всех одинаково. Единственное, что вот это не является чем-то новым, я думаю, что... Потому что многие формы из тех, которые сегодня объявлены были Титовым, они, в принципе, были и раньше, может быть, несколько и иначе подходили к этим проблемам. Так что тут каких-то больших новаций я не вижу, но, в принципе, пользы от этого наверняка должна быть. Тот же Роман Титов заявил о том, что будет развиваться новое направление деятельности ОЗС, это регулярное совещание с представителями Дум районных, далее цитируя Романа Альбертовича, многие проблемы они сами решить не могут, они варятся в своем котле, а это неправильно. Мы, как областные законодатели, готовы помочь им, советам, делам, консультациям, а некоторые темы, которые они нам подскажут, мы готовы решать на своем уровне и выносить на уровень федеральный. Нужна, на ваш взгляд, такая работа? Ну, почему бы нет? На самом деле, может быть, есть такие проблемы, которые требуют смешательства свыше и поднять их на более высокий уровень, но я только думаю, что у каждого органа представительной власти в муниципалитете есть свой круг полномочий, свой круг ответственности, и, конечно, за них никто эту ответственность нести не будет. Их выбирали? Да, их выбирали, они обязаны, так сказать, решать те проблемы, которые возникают или возникли, или будут возникать. А вот, но с другой стороны, ведь мы же прекрасно понимаем, что многие проблемы на муниципалитетах возникают только по одной простой причине, что там просто нет средств для решения самых простых вещей. И поэтому я не думаю, что сегодня законодательное собрание сможет оказывать какую-то действенную помощь в решении вот именно этих проблем, которые нуждаются в финансовой подпитке. Ну, а то, что там, может быть, действительно, какие-то юридические разъяснения, особенности тех или иных законодательных актов, ну, я тоже думаю, что здесь польза будет. Но мы, правда, не знаем позицию самих районных законодательных, а вообще готовы ли они к такому сотрудничеству? Есть ли у них вообще время, желание общаться с депутатами? Ну, я думаю, что всегда, вот когда приезжаешь в район, когда, в общем-то, разговариваешь с людьми, то они, в общем-то, отзываются на встречи и идут на встречу. Я не считаю, что должна быть какая-то возникнуть проблема. Просто вы сказали об отсутствии денег, я думаю, что у них там в голове сидит вопрос, вы лучше денег даете. Ну, это тоже будет возникать, наверное. Но когда вот приезжать будут депутаты законодательного собрания, руководство законодательного собрания, и когда они будут слышать вот эти проблемы на местах, ну, наверное, несколько по-другому будет смотреться и здесь вся эта деятельность. Поэтому взаимная польза должна быть. Вы лично чем готовы помогать районным депутатам? Ну, ко мне много обращается сегодня людей с районов по разным, в общем-то, так сказать, вопросам. Я в меру своих знаний, в меру своих сил подключаюсь к решению таких проблем. Вот недавно совершенно для меня неожиданно обратился житель Молгульского района, у которого дочь находится в психоневрологическом интернате. И оказывается, что уже несколько лет существует проблема, по которой взрослые люди, а ей 46 лет, вот дочери, она не может получить так называемые каникулы и погостить в родительской семье. И вот отец задавал вопрос, а что же делать в этой ситуации? И мне дочь не отпускает. Вот я связался с нашим министерством социального развития, переговорил с ними, оказывается, что они действительно такую проблему знают, что они обращались в министерство труда, российское министерство, якобы обещали, так сказать, там рассмотреть вопрос, но вот целый год уже вопрос не рассматривался. А таких людей в области, видимо, достаточно много. Это люди больные, но они не опасные для общества. Но вот есть такой запрет. Дочери могут своим правом воспользоваться, побыть с семьей. Ну, по крайней мере, да. Родители, вот он говорит, что нам уже по 70 лет, нам бы хотелось с дочерью побыть, но мы не можем. Вот такая ситуация. То есть вот такие неординарные вещи, они возникают, и вот приходится, даже я не знал эту проблему, сейчас вот, как бы так сказать. Но пока ситуация так или иначе подвисла. Да, но мы договорились с министерством нашего социального развития, что они держать будут на контроле этот вопрос, поскольку письмо ушло, ответа до сих пор нет. И я попросил, чтобы они, может быть, так сказать, активизировали свои усилия, еще раз возобновили. Ну, посмотрим, что из этого получится. Еще о происходящем в нашем региональном парламенте стало известно не так давно о том, что при ОЗС будет создан совет, в который войдут спикеры прошлых созывов, руководители комитетов прошлых созывов. Это целесообразно, на мой взгляд, создавать? Такую структуру совещательного характера? Ну, я не знаю, из какой цели. ОЗС создается, потому что нигде это вот пока не изучивалось, как бы ответил. Ну, об этом говорил нынешний спикер. Я это слышал, но ведь должно быть, наверное, и положение об этом совете, не просто так собрались, посидели и разошлись. Если они создают такой совет, то вроде чего-то создается это. Поэтому посмотреть, что будет заложено в положении в этом совете, какой функционал, какие, так сказать, его полномочия будут, ну, тогда, наверное, можно давать какую-то оценку. На сегодня... Люди уже в комментариях накинулись на эту инициативу, вот, мол, деньги еще и им будете платить. Не знаю, будут деньги платить. С другой стороны, инициторы говорили, что это бесплатно. Да, я считаю, что, скорее всего, бесплатно, наверное, потому что они даже депутатам сейчас не платят, поэтому тут уже нет, нет, как бы возможности, наверное. Было бы некорректно платить еще и им, я знаю, раз депутат пришел. Ну, в принципе, я считаю, что можно заплатить людям всегда, если они, ну, как бы выступают с какими-то дельными предложениями, инициативами, то почему бы и нет? Сегодня жизнь непределилась у всех нас. Как известно, ЗАГСобрание в этом месяце, в январе 2017-го, на пленарное заседание не собирается. Первое пленарное заседание в нынешнем году состоится в феврале. И вот на этом февральском заседании пленарном, как было анонсировано ранее, состоится рассмотрение законопроекта о детях войны, так называемого законопроекта. Вносит этот законопроект правительство время исполняющей обязанности губернатора. Известно, что ранее с аналогичной инициативой выходила коммунистическая партия. Да. Было бы выходило. Была бы важность. Важность этой инициативы, на ваш взгляд, бесспорно нужно реализовывать. Вопрос этот изучался. В области примерно около 100 тысяч таких, людей, которые родились или перед войной, или во время войны. Конечно, эта категория людей, она самая разная. То есть, вот, я, например, служу по своей маме. У меня мама с 30-го года рождения. Когда подготовили законопроект, брали людей, родившиеся в 28-м году, вот, и позднее, соответственно. Ну, вот, мама получает соответствующую пенсию. Маме получает 86 лет. 86 лет, да. Она получает пенсию. Пенсию, причем, по меркам сегодняшним, неплохую. Где-то около 20 тысяч рублей. Но она еще инвалид второй группы. То есть, в принципе, мама меня особо не нуждается. Но есть люди, которые совершенно, ну, в других условиях, особенно много и сложно сегодня живется тем, кто потерял родителей в годы войны. Погиб отец во время войны. Остались дети сиротами. Потом мать, ну, у многих очень матери уходили рано, потому что очень много трудились и так далее. Вот эти, особенно вот эти дети пострадали. Примерно где-то около 30 тысяч у нас сегодня в области. Так мне сказали, когда вот этот законопроект рассматривался, готовился. Ну, и естественно, что нужно, наверное, очень тщательно продумать. Я согласен полностью, что нужно этот законопроект принимать. Но в каком виде принимать, это тоже вопрос. Если просто выдать значок и дать удостоверение, это, я думаю, что нужно делать для всех вот этих 100 тысяч рублей. А вот как защитить в материальном плане, какой список льгот предоставить, это вот другая ситуация. И тут надо очень серьезно думать. Вот возникает такой вопрос, например, на протяжении последних лет правительство все время говорит, что нужно каждого ветерана обеспечить жильем. Каждого ветерана войны обеспечить жильем. Сегодня уже в этих квартирах зачастую не сами ветераны живут, а их, так сказать, внуки и правнуки. Внуки и правнуки уже, знаете, это уже распространено. Спасибо деду за победу. Да. За жену площадь. А те, непосредственно родившиеся в годы войны зачастую не имеют собственного благоустроенного жилья. И никто им ничего не предоставляет. То есть вот надо очень тщательно подумать, а как это все будет. Не свести бы вот этот законопроект только, ну, к какому-то, к такому акту признания вот этих людей, что они на самом деле пострадали больше всех, больше других, а нужно как-то и защитить, наверное, их прежде всего. Вот тогда, да. И коммунисты... В частности предлагается внеочередное обслуживание в поликлиниках и других социальных учреждениях. Ну, понимаете, мы знаем, что... С деньгами-то, видимо, тяжело будет все-таки. Вот я тоже подозреваю, что с деньгами снова будет неплохо, непросто, но ведь, что значит неочередное? Эти, собственно говоря, старички уже не сами, иногда поликлиники дойти не могут. Поэтому тут надо тоже думать, а как их обслуживать? Это просто декларировать, что вот не очередь, для них уже очередь по сути дела не нужна. Ведь самая основная часть расходов пожилых людей это... Это лекарства. Коммунальные. Коммунальные, лекарства. Вот это надо подумать, как вот это все защитить этих людей. Вот это да. Обеспечить жилье вам тех, кто в этом особо нуждается. Вот все эти вещи надо изучать. Я не видел законопроект, я не могу судить, но тот законопроект, который готовили коммунисты, он в принципе был подготовлен, и я думаю, что коммунисты в той части, что это сделать необходимо, они будут поддерживать, а вот каково будет наполнение, это надо предметно рассматривать наверняка. На комитет, да, в ближайшие годы будут обсуждаться? Ну раз будут заносить, значит, надо рассматривать. Да, будут рассматривать. В общем, на ваш взгляд, нужно все-таки очень подробно изучать суть. Суть предлагаю. Еще раз обидеть этих людей было бы, конечно, очень некрасиво. Я думаю, что обижать не надо, ни за что. У нас сейчас реклама, я напомню, что это особое мнение Анатолия Чурина, депутата законодательного собрания Кировской области, На часах половины второго продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение депутата законодательного собрания Кировской области Анатолия Чурина с следующим вопросом. На последнем пленарном заседании в 2016 году депутаты ОЗС рассматривали, в том числе, законопроект, отменяющий ежемесячные выплаты ветеранам труда в размере 453 рубля в месяц, напомню, да. По подсчетам правительства удалось бы сэкономить около 140 миллионов рублей. Один из ваших коллег, депутатов, Владимир Костин, считает, что правительство будет вносить еще раз данный законопроект. Я считаю, что это шутка будет, во-первых, для правительства. Вы голосовали против. Да, потому что считаю, что люди, которые отработали по 40 и более лет и заслужили вот эту эти 453 рубля, ни в коем случае не должны их решаться, даже в том случае, если не работали. Потому что ведь что значит работающий пенсионер? Во-первых, он выполняет какую-то работу. За это он получает зарплату, он платит налоги соответствующие. Ничего кроме пользы для государства, для общества от этого нет. И почему, на каком основании надо решать его этой доплатой? 450 рублей всего. Поэтому я считаю, что это несправедливо и во всех отношениях. И если вспомнить историю, в Советском Союзе тогда, наоборот, поощрялись люди, которые тем самым поощрялись. А сейчас нам говорят, что нужно повышать пенсию, возраст, планку пенсионного возраста. И так вот, может, лучше не таким вот насильственным путем увеличивать этот возраст пенсионного, выхода на пенсию, а таким, ну, платить людям, доплачивать. И они, соответственно, будут понимать, что они уже настребованы. И тем самым они будут дольше работать и как бы приносить пользу. Потому что ведь в основном работает очень много хороших специалистов. Возьмите любое производство. Люди работают, те, которые отдали работе очень много лет, и они добились определенных хороших результатов. Зачем же их сегодня вот так, если у них есть силы и желание составлять в сторону. Поэтому вот мы голосовали против, вместе с нами голосовали другие партии, и это привело к тому, что... Так называемые оппозиционные. Да, в конечном итоге, но там не только эти оппозиционные партии, в том числе и из числа Единого России. Там не все воздержались многие, поэтому вот это и привело к тому, что в конечном итоге законопроект был не принят. Но ваша позиция не изменится? Нет, конечно, оппозиция не изменится, я только боюсь, что те наши коллеги по законодательному собранию, которые входят в состав диверсии, вот там позиции могут поменять, потому что там условия другие. А если говорить вообще о пожилых людях, как известно, ну, не только о ветеранах труда, как известно, сейчас у нас период, до конца этой недели пенсионеры должны получить издновлением на так называемую компенсацию, 5 тысяч рублей. Вот как вы относитесь вообще к этой системе? Когда индексация была отменена во второй половине прошлого года, а тут, пожалуйста, 5 тысяч рублей. Я считаю, что это со стороны государства очередной обман. Обман? Обман, конечно, это прямой обман, это люди не то получили серьезно очень, причем ведь что происходит? То есть, если бы проиндексирована была, то тогда с этой суммы уже с проиндексированной в этом году пошла бы индексация новая, поскольку на инфляцию. А поскольку индексации не было, то есть, индексировать вот та сумма, которая была в прошлом году. А эти 5 тысяч рублей, они были даны для всех. Ну, что такое 5 тысяч рублей сегодня? как бы так сказать, это небольшая сумма, и тем не менее, вот даже из-за этого не стоило бы правительству обижать стариков и ветеранов, которые заработали свои пенсии. Ну, кстати, эту индексацию, вернее, компенсацию должны получить и работающие, и не работающие пенсионеры. Ну да. Заявлялось, Я понял, я понял. А к неиндексации пенсий работающих пенсионеров как вы относитесь? Если работаешь, у тебя пенсия не растет. Ну это из той же оперы, что вот эти 453 рубля. То есть, раньше все эти меры были направлены на то, чтобы задержать человека на работе. И, собственно говоря, они и работали, эти все меры. Сегодня пытаются сделать только одно, давайте мы увеличим пенсионный возраст, выходы на пенсию, и все, и не более того. А зачем? Ну, кто-то сам уйдет, а кто-то может иметь возможность поработать, поэтому почему надо стимулировать таких людей? А здесь, наоборот, все это делается. Я считаю, что это неправильный подход, в принципе, неправильный. Следующая тема грядет 1 февраля, и, как известно, региональная служба по тарифам утвердила новые расценки на поездке в общественном транспорте. В общем, с 1-го числа 2-го зимнего месяца проезд в автобусах и троллейбусах подорожает до 22 рублей. У нас эта тема каждый раз, когда повышение происходит, вызывает огромнейший резонанс, а пассажиры возмущены и приводят так доводы, а за что мы должны платить, ведь ничего не меняется, условия обслуживания не улучшаются, ну, будет 22. Что изменится для нас? Перевозчики, в свою очередь, настаивают на том, что дорожает горючее, ГСМ, запчасти и так далее и тому подобное. Компромисс-то, он возможен вообще? Нет, компромисс-то здесь не будет. Не будет? Не будет никогда, потому что все находится в частных руках. Я, допустим, разделяю тревогу перевозчиков, потому что действительно у них там издержки и им нужна соответствующая и прибыль тоже. Помните, они озвучивали сумму 30-35 рублей, да? Развиваться должны. Их, конечно, ограничивают их аппетиты, но в том, что сегодня идет рост, вот, посмотрите, выросли цены на бензин. Вот, началось, цены на бензин подскочили. Ну, соответственно, должны реагировать и перевозчики, они понимают, что затраты пойдут больше, поэтому они вносят новое предложение. И так до бесконечности будет, потому что я не думаю, что у нас правительство пойдет на снижение цен на нефть, газ, на бензин, в том числе. То есть при таком раскладе лет через 7 у нас что? Рублей 50 будет стоить проезд? Это невозможно, почему не будет. Ведь, собственно говоря, посмотрите, как выросла стоимость даже метро в Москве. Представляете? 50 рублей, да? Да. Был пятачок, сейчас 50 рублей. Во сколько раз? Это сложно же посчитать сейчас. Поэтому вот здесь, конечно, проблем очень много. и до тех пор, пока вот такая ситуация существует, то государство здесь не управляет ей по-зыву делом. Поэтому обижаться нам, ну, на кого обижаться? Не на кого. Автобус, троллейбус это все-таки муниципальная власть. На ваш взгляд, муниципалитет каким-то образом перевозчикам должен компенсировать? Это же вроде как социальная ответственность перед горожанами. Нет, тогда держите эту, так сказать, транспортные средства за счет бюджета и тогда вкладывайте. Или компенсируйте из бюджета, но они же не делают. То есть это возможно? Да, конечно. Если деньги в бюджете были бы, то можно было бы компенсировать и тогда, соответственно, стоимость поездки была бы дешевле. Но сегодня отказываются компенсировать и в то же время требуют, чтобы стоимость не росла. Но это не было так. В общем, по вашему мнению, при таком раскладе мы неизбежно будем из города. Да, я думаю, что это все время будет. Это ведь на протяжении уже многих лет, буквально через какие-то периоды, когда вот такие возникают, рост цен возникает, начинается снова подъем вот таких желаний, увеличить стоимость проезда и так далее. И не только в транспорте и других, собственно говоря, и сегодня, и авиационный транспорт, железнодорожный транспорт, такая же ситуация везде. Поэтому здесь все это закономерно. Ну вот вы авиационный транспорт упомянули и очень удачно. Я все-таки хотел вас спросить по ситуации с Кировским аэропортом. Вы в курсе, да? Авиакомпании Победа? Я в курсе, что да. Но я не в курсе подоплеки того конфликта, который там возник. Нет, я скорее не о конфликте хочу спросить. Просто Победилова в 2016 году ничего из областной казны не получала, а вот в этом году наш аэропорт планирует получить из областной казны 90 миллионов рублей. Временно исполняющий обязанности губернатора дал распоряжение региональному Минфирму найти эти деньги. Но в то же время господин Васильев говорит, в ближайшие годы аэропорт Победилова должен перестать быть так называемой черной дырой, в которую бесконечно влетают бюджетные деньги. Не состыковка получается. 90 рублей дайте, но вы как-то черная дыра. Из истории известно, что не по 90 рублей, а миллион рублей выделяли правительство Кировской области аэропорт. В 2014 году, в 2015 году, и там суммы гораздо были на порядок были выше. Я помню, 350 миллионов было в это дело. Где-то было под 200 с чем-то миллионов выделялось все это дело. Но тогда объясняли тем, что строится там взлетно-посадочная полоса. Подождите, а это федеральные деньги были? Ну, там, на посадочную полосу. Ну, да, деньги федеральные были, но какие-то ведь нужно было еще работы дополнительные выполнять. Я не могу сказать. Это преображение в том числе самого «Аэропорт» направится, то я не знаю смысл тогда набрать эти деньги. Поэтому трудно сегодня судить, почему такое происходит, какие там, так сказать, внутренние причины вызывает такое явление. Но хотелось, чтобы аэропорт работал. В других территориях работают, и работают неплохо. Вы активно сами, лично летаете? Да, когда работал, летал, сейчас мне, собственно, необходимость такая как бы отпала. Сейчас можно потратить время на другой транспорт. Да, можно спокойнее уехать этим поездом. Ну, а когда работали, тогда, конечно, пользовались. Хотя в свое время, ведь помните, в советское время у нас, когда дороги были не такие, может быть, транспорта было поменьше, но до каждого районного центра, крупного, обязательно летали небольшие самолеты. Я помню, как мы добирались, допустим, до северных районов, до южных районов. Это было достаточно удобно и быстро причем. Были летали самолеты внутри нашего Привозского федерального округа. Очень было удобно добираться до Уфы, до Башкирии. Летали небольшие самолеты, это по порядку, по-моему, один из 15 человек. Это вы говорите о той программе, которая вот-вот и работала буквально? Нет, это было до того, как это, в 90-е годы еще вот работала. А потом сделали программу, которая работала по округам, да? Ну, тоже какая-то компенсация была, и тогда люди, в общем-то, пользовались транспортом авиационным. Но сейчас вот, я не знаю, поддержка это будет или нет. Мы тоже тему авиационного сообщения обсуждали с нашими слушателями на прошлой неделе в программе «Дневной разворот». Там была масса высказываний за то, что как-то в последние годы Киров стал более благополучен на этом отношении. Да, конечно. Оживилось небо над нашим городом. Все боялись, что никто не будет летать, а когда предложено было, то люди воспользовались моментом. Поэтому я думаю, что обязательно надо усилия предпринимать для того, чтобы возможность такая у Кировчан появилась. Видимо, уже ближе к концу программы буду задавать еще один вопрос. 24 декабря состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения «Единой России». Как известно, секретарем рекордделения по-прежнему будет продолжать работать Владимир Быков. Открывал данное мероприятие временно исполняющий обязанности губернатора Васильев. Цитирую, что он сказал, «Кировчане поверили в «Единую Россию», и этот успех подтвержден нашими конкретными делами, ответственностью за выполнение своих предвыборных обещаний. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы жизнь горожан стала лучше, чтобы регион развивался, молодежь оставалась учиться здесь, развивалась и продолжала трудиться на благо родного края, ну и так далее. Ну что сказать, золотые слова, а вот по факту вы видите, что «Единая Россия» так вот... Намерение это очень хорошее. А вот как это все будет выглядеть, на деле я пока, конечно, затрудняюсь ответить, и даже подумать затрудняюсь, потому что вот если взять нашу молодежь, для того, чтобы она оставалась, молодежи нужны рабочие места. Вот я не вижу, что где-то в области у нас так быстро-быстро создавались рабочие места, и чтобы это так пропагандировалось, чтобы это хорошо было известно и так далее. С другой стороны, ну, я не знаю, конечно, народ поверил, но, может быть, поверил. Поэтому, как бы, так сказать, посмотрим. Имеется в виду под словом «поверил» это последние выборы. Ну, я понимаю, да, конечно, народ поверил. Хотя я всегда подчеркиваю, что на выборах за 36% за «Единую Россию» проголосовали первичам всего на всех. Из тех половины, которые явились, из 40%, которые явились на избирательном участке. А официально? А цифра? Может, официально какая цифра? Или вот это... Это 36% официально цифра. Я уже подзабыл. Да, и поэтому, так сказать, вот тут насчет того, поверили, не поверили, и сколько поверили, это тоже есть разные мнения. Поэтому здесь надо правительство учитывать разные мнения и, наверное, думать действительно на тем, как выполнить те обещания. Хотя, вот, честно говоря, не запомнилось ни одного обещания. Я знаю, что обещала городская власть, областная власть построить путепровод туда... Подождите, еще же не конец 2018 года, там же изначально заявляющий. Я понимаю, но вот это обещание, я думаю, что надо будет выполнить любой ценой, потому что там действительно жители сегодня живут в сложных условиях, и если не будет вовремя построен этот путепровод, тогда, конечно, ситуация там совершенно будет плохая. А еще один последний вопрос. Глава региона и одновременно активный партийный функционер в порядке вещей. В порядке вещей. Мне сейчас напоминает Единая Россия в свое время КПСС, помните, она тоже была партией. Невозможно было получить руководящую должность, не являясь членом. Но, единственное, один маленький нюанс. КПСС представляла самые широкие слои общества, она представляла, так сказать, больший спектр народа, а Единая Россия, мне кажется, представляет только определенную часть общества, самую обеспеченную часть. Поэтому не случайно называют партию богатых. И не более того. Поэтому тут как судите сами. Судите сами. С этими словами мы закончим сегодняшнее особое мнение. Истекает в наше время Анатолий Чурин, депутат областного законодательного собрания. Спасибо, Анатолий Михайлович. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания.